Полтора года безумных санкций сказались на Финляндии, как ни на какой другой стране Европы. Некоторые отрасли экономики оказались в глубочайшем кризисе. Все это отразилось и на политике страны. Пусть пока робко, но местные говорящие головы начинают разворачиваться в нашу сторону. Западу финны говорят о всемирной поддержке Украины своим гражданам, что страна готова вернуть прежние отношения с Россией на определенных условиях. А иногда и вовсе проскакивают выражения, которые трактовать иначе как желание вернуться к дружбе и взаимной торговле не получится. Что же изменилось в Финляндии за эти полтора года? Во-первых, заметно выросли цены на энергоресурсы, как следствие подскочила и стоимость продуктов питания. Кроме того, на глазах разваливается некогда мощное деревообрабатывающая промышленность, которая держалась на русском лесе. С полок финских магазинов пропали русские товары, делавшие рацион жителей этой северной страны более разнообразным. Наконец, Финляндия оказалась в логистических тисках. Граница с Россией у этой страны самая протяженная, но фактически находится на замке. И это не говоря уже об угрозе в любой момент получить порцию русских ракет в ответ на выходки НАТО. Перспектива, которая никому в Европе не по душе. Одним словом, ситуация скверная. Потому что президент страны Саули Ней Нистё заявил, что санкции против России оказались контрпродуктивными. И вообще стоит задуматься об их целесообразности. Ветеран финской дипломатии Яака Илониеми и вовсе заявил, что нынешняя ситуация очень сильно бьет по экономике Финляндии. Потому хельсинки задумываются о восстановлении отношений с Россией. При этом Илониеми оговорился, что это будет возможно лишь в иной политической ситуации. Трактовать эти слова можно по-разному. Одно можно сказать точно. Иную политическую ситуацию Россия уже создала для всего мира. Хочет Финляндия или нет, но с этим правилом придется считаться.